Какой поступок какого-либо человека заставил вас понять, что он реально очень умный? Дед моей жены. Он инженер-электрик на пенсии, у него более десятка патентов. Все его заслуги я не смогу вспомнить и перечислить. Я всегда знал, что он умный, но не осознавал насколько, пока однажды ему не позвонили, когда мы гостили у него. Между прочим, он на тот момент был на пенсии уже 20 лет, ему было 86. Ему позвонили из электротехнической компании с другого конца планеты, чтобы попросить его приехать и проконсультировать по вопросу выработки энергии на гидроэлектростанции, которую они строили. Они столкнулись с проблемой, которую ни один специалист не мог решить. Они обращались с этим вопросом в три разные университетские кафедры, соответствующие специализации, и в последний из них посоветовали позвонить деду моей жены. Он разговаривал с ними 20 минут и согласился подумать. Через два дня он решил проблему, записал решение на одном листе формата А4, отсканировал его и отправил инженером компании. Его решение было настолько простым, что даже я смог его понять, хотя у меня нет соответствующего образования. Однажды мой дядя по пьяне попал в тюрьму, и ему были нужны деньги для залога. Мой папа был единственным в семье, у кого были сбережения, и все ожидали, что он полностью выплатит залог. Когда родня попросила его об этом, он понял, что эта ситуация имеет только два варианта решения. Первый, внести залог и попрощаться с деньгами навсегда. Второе, не вносить залог и терпеть обвинения родственников в жадности до конца своих дней. Но папа мастерски увернулся от их удара. Он сказал им скинуться тоже, кто сколько может. Сколько бы денег они не собрали, он даст столько же. Более того, он готов дать в два раза больше. Никто из родней не готов был дать даже один цент. Поэтому никто ни в чем не стал обвинять моего папу. У нас в школе был учитель, который мог написать одно предложение двумя руками одновременно. Одной рукой первую половину, другой рукой вторую. Он даже разбивал слово, которое находилось в середине предложения. А еще он говорил примерно на пяти языках. Мой старший брат ужасно учился в школе. Помню, как он прямо спрашивал, зачем ему вообще оканчивать школу или колледж. После окончания колледжа он устроился на низкооплачиваемую работу в маркетинговой компании, которая в итоге развалилась из-за того, что ее руководители по-крупному облажались. Тем не менее, за время работы там брат смог наладить контакт с одним клиентом, и через семь месяцев работы на него его повысили до исполнительного директора по маркетингу с шестизначной зарплатой. Сейчас у него много клиентов на стороне, и он постоянно что-то мутит. Он очень упрямый, но при этом настоящий гений маркетинга. Не могу даже представить, каких высот он может добиться. Не человек, а старый пес моих родителей. Мама часто брала в мясной лавке кости для собаки. Они были такими длинными, что пес не мог добраться до костного мозга в сердцевине. Пес понял, что только грузовик моего отчима был достаточно тяжелым, чтобы сломать кость, после того, как поэкспериментировал с другими машинами родителей. Каждый раз, как я возвращался домой, на одном и том же месте, на подъездной дорожке, всегда лежала кость, которую должен был раздавить грузовик отчима, когда тот вернется домой. В старших классах у меня был друг, над глупыми поступками которого мы постоянно смеялись, но при этом некоторые из его дурацких идей удивительным образом срабатывали. Однажды, в рождественскую пору, я и несколько друзей купили ящик пивалды с 30 баночками, но не захотели пить и решили оставить на другой раз. Я не мог оставить ящик у себя, и родители одного из друзей собирались заехать за ними. Мы ломали голову, как беспалево вытащить ящик из моего дома и увезти в дом одного из друзей. И в голову этого друга пришла отличная идея. Он пошел в мою комнату и завернул ящик оберточной бумагой. Когда приехала мама друга, он спокойно понес ящик в ее машину, сказав, что это подарок для его девушки, с которой он собирался встретиться позже. Так я понял, что если кто-то плохо учится в школе, это не значит, что он не может быть гением. В студенческие годы я знал о двоих парней, которые играли в шахматы в уме. Когда они пересекались в коридоре, один говорил другому что-то типа ладью на Д3. Второй на секунду закатывал глаза и кивал в знак согласия. Затем они расходились. Позже, когда они встречались снова, второй парень объявлял свой ответный ход. Иногда они играли одну партию несколько дней, не забывая расположение фигур. Оба мысленно представляли себе доску. Я близко была знакома с обоими и уверена, что они на самом деле играли в шахматы в уме. Это было в середине 80-х. Я сидел в квартире моего лучшего друга. Он писал код на прототипе рабочей станции Unix, которую он купил в компании MIPS. Он запустил программу и получил ответ. Снова запустил программу и получил другой ответ. Подумал минуту и заявил, процессор неисправен. Ага, процессор неисправен. Никогда прежде о таком не слышал. А ты не подумал, что да, он думал об этом? Обдумал три или четыре варианта. Затем он открыл отладчик машинного кода и начал его проверять шаг за шагом. Вот смотри, вот в этом месте кода флаги не обновлены. Вот как, неужели? Он отправил письмо на электронную почту MIPS. Интернет тогда был еще в новинку. Получил ответ на следующий день. А, у вас такой процессор? Мы разобрались в вашей проблеме. Отправим вам замену по почте. Его процессор на самом деле был неисправен. За полчаса он разобрался в этом и уже отправил запрос на замену. Я сидел за своим столом, заказывал что-то по телефону и ожидал своей очереди. Пожаловался коллеге, что мне приходится постоянно вытаскивать свою банковскую карту. Хотя я делаю это так часто, что мог уже давно запомнить цифры. Другой коллега услышал это и сказал, а я помню номер твоей карты и назвал его. Закончив разговор по телефону, я спросил его, какого хера. Он ответил, что пару недель назад слышал, как я называл номер. Просто у него такая хорошая память на цифры. Я знал, что он умный парень, но это подняло его на новый уровень в моих глазах. Мой одноклассник во втором классе знал алгебру. Все знали, что он умный. В тот год на 1 апреля наша учительница решила разыграть нас. Пошла к восьмому классу и взяла у них примеры контрольной работы по алгебре. Сделала копии и раздала их нам. Некоторые одноклассники выразили удивление, но она заверила нас, что мы все это проходили. Итак, она вышла из кабинета, некоторые из детей начали плакать. Она вернулась через несколько минут и сказала, что это была шутка, но все равно проверила задание. Умный одноклассник решил 18 примеров из 20. Не видела этого сама, потому что мне было всего 2 года. Моей старшей сестре было 4 года, и мама часто брала ее с собой в магазин. Она, моя сестра, считала стоимость всего, что мама клала в тележку. Когда мама брала что-то с полки, сестра спрашивала цену и складывала ее к общей сумме в уме. Если мама убирала что-то из тележки, она высчитывала его стоимость. Сумма, которая получалась у нее, всегда совпадала с той, что называли на кассе. Сейчас моя сестра доктор. Моего отца отправили в командировку в Сиэтл, и я напросился с ним, так как хотел посмотреть матч по футболу и увидеть город. Он предложил мне сходить с ним в исследовательскую больницу, и я согласился. Они тестировали какой-то инструмент для сердечно-сосудистой системы на трупе, в котором для эксперимента был инициирован приток крови. Мой отец не учился в колледже и с трудом окончил школу. Когда я наблюдал, как он проводит операцию на трупе с помощью разработанного им инструмента, который мог спасти тысячи жизней, я был просто поражен. У него сотни разных патентов. Три года назад мне сделали операцию на плече. Хирург использовал инструмент, созданный моим отцом в девяностые. Он невероятно умный и трудолюбивый человек, которому понадобилось совсем немного удачи, чтобы добиться того, чего он добился. Мы с мужем не хватаем звезд с неба. По вечерам мы засыпаем, включив серию Гриффинов. Хотя должна заметить, что муж также любит смотреть передачи о том, как устроены разные вещи. Он пьет пиво по вечерам после работы и любит носить свою любимую фланелевую рубашку, хоть на ней уже есть дырки. В общем, однажды мы были у его родственников, где были все члены его семьи. Начали играть в настольные игры, и кто-то предложил сыграть викторину в парах. Я согласилась, зная, что против нас играют профессора, доктора и директора больниц. Так что мы точно проиграем. Но мой муж ответил на все вопросы правильно, и раньше всех. Мы обыграли всех. Я чувствовала гордость за него, которая, правда, пропала, когда он отхлебнул пиво и громко рыгнул. Мой муж очень успешен в своей сфере, но я никогда не догадывалась о том, сколько информации он хранит в голове. Я думала, что он силен только в своей специальности. Я когда-то работал с врачом, который помнил номера медицинских карточек своих пациентов, но не потому, что учил их наизусть. Просто запоминал с первого раза. 16-значные номера. Когда интерны спрашивали его о чем-либо, он называл номер параграфа и номер страницы учебника, где они могли найти ответ на свой вопрос. Он не вел записи в карточке здоровья своих пациентов, просто входил в палаты и задавал вопросы о родственниках, об истории болезни семьи, но ничего не записывал. Мог все это записать в отчет, не пропустив ни единой детали, даже спустя 6 недель. Заведующие постоянно ворчали по поводу его отчетов. С другой стороны, он ничего не смыслил в повседневной жизни и был очень неловок в общении. Зато память была просто сумасшедшая, не видел больше никого с такой памятью. Оказалось, что у моего младшего брата, 12 лет, реально фотографическая память. Он большой фанат «Властелина колец» и держит в голове ненормальное количество информации об этой серии книг. Если задать ему вопрос о «Властелине колец», он смотрит вверх и немного щурится. Я спросила, почему он так делает, и оказалось, что он реально читает книгу, которую представляет мысленно. Он может даже мысленно перейти на любую страницу. А еще он очень хорошо разбирается в мировой истории. Если мне нужна помощь, в этом я всегда спрашиваю у него. К сожалению, он приемный, поэтому у нас разные гены. Азиз, 10-летний сирота из деревни в Буркина-Фасо, смастерил укулеле своими руками. Я часто играл на укулеле по вечерам для детей, и однажды он прибежал ко мне счастливый и показал укулеле, на которой хотел играть вместе со мной. Он использовал алюминиевую банку, деревянную доску и два металлических провода, чтобы выдавать ноты, когда ударяешь по ним. Конечно, его инструмент выдавал лишь одну ноту, но я был очень впечатлен. Еще печальнее было осознавать, что он никогда не пойдет в школу, и что мне придется расстаться с ним. Вот фотография Азиза и его укулеле. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok